Украинцы и русские называют фамилию Навального, распорядился создать комиссию по историческому просвещению. Ее возглавит бывший министр культуры Владимир Мединский, который приписывает россиянам наличие 47-й хромосомы. Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. В интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что неисчезность лица земли, и, подобно скифам и сарматам, русской нации помогла лишь лишняя хромосома, то есть 47-я. А в доказательстве такой же участие народа привел несколько примеров из истории. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20-м веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Интернет-сообщество не на шутку взбодоражено. Блогеры считают, что Мединский занизил интеллект россиян, ведь непарное количество хромосом является признаком умственного отклонения. Это, как правило, ведет к достаточно серьезным отклонениям. Ну, самый известный обывателям пример – это трисомия, три хромосомы номер 21 – это так называемый синдром Дауна, тяжелейшее заболевание. Частенько бывают еще нарушения так называемых половых хромосомы X и Y, ну, которые проявляются, может быть, менее выражено, но это тоже, в общем, серьезные патологии достаточно. Комиссия по историческому просвещению должна будет обеспечивать эффективное взаимодействие государственных органов, в том числе силовых, с представителями научно-образовательного и культурного сообществ в части, касающиеся отстаивания национальных интересов, а именно тех, которые затрагивают защиту исторической правды и предупреждения попыток фальсификации фактов. Об этом сказано в указе так называемого главы государства. Чушь собачья! Собачья чушь! Документ уже вступил в силу. Мединский должен будет представить Кремлю список кандидатов на включение в состав межведомственного органа. В последние месяцы российские власти принимают все больше законов, связанных с историей. В основном они затрагивают события 40-х годов прошлого века. Например, введена уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала. Также в РФ нельзя приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. То есть нельзя утверждать, что СССР и Германия совместно напали и разделили Польшу в 1939 году. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете. Ранее глава новой комиссии Мединский неоднократно говорил, что абсолютной объективности в вопросах истории не бывает, и исторические труды необходимо рассматривать с позиции интересов государства. Так что всех россиян поздравляем с окончательным вступлением в реальность, описанную Джорджем Оруэллом в его знаменитом романе «1984». Так это тактика или истерика? Ключ успеха, по моему мнению, в том, чтобы отказаться от гражданской войны в головах, прекратить разделять нашу историю на плохое, постыдное, о чем нужно забыть, чего нужно стесняться и хорошее. Нам надо видеть нашу историю как единое, неразрывное и преемственное целое. Гражданин, вооруженный правдивыми знаниями об опыте прошлого, способностью их осмыслить, не впадая в национальную ущербность, этот гражданин никогда не станет легкой мишенью для политических спекуляций, для недоброжелательной пропаганды, для фальсификации. Миф – это способ зарабатывания денег государством за счет необразованного народа. Господин Медынский и господин Рогозин используют этот фактор в своих выступлениях, не только в этом. – Безусловно, я только уточню, фактор зарабатывания денег не государством, потому что, в принципе, ничего плохого нет в зарабатывании денег государством, если бы это не был распил бюджета, выгодный отдельным конкретным чиновникам в их личные карманы, а вот так замечательно пополнялись закрома государства, доярка намолотила, надоила в закрома Родина. Нет, конечно, это выгодно тем, кто особенно громко кричит про любовь к отечественным пепелищам, снегам, землям, и при этом использует невежество людей, значительная часть населения, и говорит, что, вот видите, как замечательно, как прекрасно помирали за таких, как мы, наши деды и прадеды, да, причем даже прадеды в других странах, у которых были другие границы, другие названия, другие конституции, другая идеология, неважно, но вот помирали, и давайте вы тоже помирайте, потуже затягивайте, а у нас будут дети получше жить за границей. – Возвращаясь к товарищу Медедынскому, он в своем выступлении в деревне Петрищево заявил следующее, ставить подвиг, имеется в виду Космодемянской и Панфиловцев, что-то там искать, как он сказал, под лупой, считать 28 или 38 было Панфиловцев, это поступает точно так же, как поступил этот полицай, который сдал ее, имеется в виду Зою Космодемянскую, фашистам. Скажите, пожалуйста, министр культуры обязан знать историю своей страны, правдивую историю своей страны, прежде чем выступать, и делать подобного рода заявления. Означает ли это, что знаменитое выступление бывшего руководителя Государственного архива, господином, считать вредительским? Он сказал о том, что 28 Панфиловцев не было. – Сказал не Мироненко. Мироненко всего лишь опубликовал документы, которые были частично опубликованы в 90-е годы, известные ученым всегда, и эти документы – это расследование сталинской поры, сталинской военной, так сказать, прокуратуры, и четкие, полные документальные сведения. Что касается министра культуры, не только министра культуры, а любой человек, который не хочет, чтобы его считали гопником с подворотни, он обязан следить за словами, он обязан любить истину, он обязан понимать, что знание – это цивилизация, а не знание – это, как там вы назвали, деревню? – Петрищева. – Вот. Если бы он сказал это… Ладно, не будем уже на эту тему. Смысл в том, что Мединский, он себя иногда позиционирует как историк, над этим, конечно, смеются, просто хохочут уже все, это позор страны, вот позор нашего государства, это диссертация, так сказать, диссертация Мединского. Позор страны, когда министр и псевдоисторик заявляет, что искать правду – это отвратительное, это вообще преступление, вот это и есть преступление, подобные заявления. На самом деле, такой мерзости, такого убожества, такого поведения не было даже у сталинских министров, министров, потому что они все-таки врали, говоря, что вот это и есть правда, а правда – это хорошо. Никто из сталинских и гитлеровских министров не говорил, что правда – это плохо. Вот это вообще достижение нынешнего режима, говорить открыто, радостно и гордо, что правда – это очень плохо, это вообще преступление. Вот здесь опустились уже ниже некуда. Дальше копать действительно некуда, хотя наши умудряются производить раскопки на дне. КОНЕЦ КОНЕЦ